В этом году в Барнауле проводят, говорят, небывалый объем дорожных работ. За счет чего это возможно и когда все завершится? Говорим сегодня с председателем Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антоном Шеломенцевым. Антон Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. А вот как приоритеты вы отдаете, чему, почему именно эти дороги и сколько их в этом году, этим летом? У нас в рамках национального нашего проекта, в котором мы уже третий год работаем, 33 дороги на этот год. Из них мы 31 объект будем ремонтировать, уже ремонтируем. И две дороги у нас попали в капиталоемкие мероприятия, это строительство и реконструкция. То есть улица Солнечная Поляна и Попова, это у нас капиталоемкие объекты, которые с этого года, это отличительная черта нацепроекта, мы включили в реализацию. 31 ремонт, это основные магистрали, то есть перечень по попаданию в нацепроект объектов формировался там из различных составляющих. Естественно, это обращение граждан, естественно, это условия самого проекта, это приведение в нормативное состояние уличнодорожной сети, это учет маятниковой миграции, ну и в целом, естественно, это профессиональная диагностика. Что такое учет маятниковой миграции? Маятниковая миграция населения, это условно называемый, то есть время передвижения человека, не время передвижения, а путь человека от спальных районов, например, в центр, либо с пригородной территории в центр, то есть в течение суток туда и обратно, да, то есть человек это маятниковая миграция, ну как бы так обозначается, в течение суток происходит. Поэтому такие дороги, например, как в прошлом году отремонтированы Дальняя, Новосибирская, да, то есть это вот микрорайон Власики касаемо. В этом году мы ремонтировали Ковыльную, то есть Рождественскую в поселке Октябрьском, да, то есть это как раз такие связывающие дороги, центр и спальные районы. То есть те дороги, по которым больше всего люди движутся. 33 дороги, это больше, чем год назад или примерно так же? По объему финансирования мы подросли, то есть у нас на 60 миллионов в этом году в рамках этого проекта предусмотрено больше. Но по количеству дорог чуть меньше, почему? Потому что с этого года, как я говорю, мы начали реализовывать капиталоемкие мероприятия и часть средств, естественно, туда у нас были направлены. За два года, получается, у нас будет отремонтировано 110, за три года будет отремонтировано 110 участков. Деньги только федерального бюджета или все-таки софинансированы? У нас три источника, у нас, естественно, основная доля это федеральные средства, это 560 миллионов на территории города. Бюджет города составляет 100 миллионов рублей и 280 на этот год предусмотрено из бюджета Алтайского края. Вот что делается в самых густонаселенных районах города? Понятно, что вы прослеживаете уровень миграции населения, если можно так говорить. Есть ли какие-то способы борьбы с затрудненным движением в часы пик, там, где пробки, там, где спальный район? Во-первых, у нас есть анализ всех территорий, где происходит азоторенность. То есть, исходя из этого, мы либо корректируем работу светофорных объектов, либо какие-то некапиталоемкие мероприятия применяем для того, чтобы разгрузить, ну, условно, это устройство левых-правых поворотов, да, дополнительно для того, чтобы не накапливалось по полосе движения основной на дороге. К примеру, на Ленина-Матросова на пересечении в этом году будут обустроены такие дополнительные полосы, что на этом участке позволит действительно разгрузить перекресток. Ну, а если говорить о глобальных вещах, то те названные как раз проекты, это реконструкция улицы Попова, это достаточно долгожданное мероприятие на самом деле, потому что к этому проекту подходили уже с 2006 года, приближались, проект откладывался, корректировался, и вот сейчас участие как раз в национальном федеральном проекте нам позволяет привлечь те значительные средства, которые необходимы на этот год. Проект у нас разбит на два этапа, мы его будем реализовывать в следующем году, завершать, и, конечно, на этом участке он позволит разгрузить значительную ситуацию транспортную. Почему? Потому что вся улица Попова у нас на всем протяжении шестиполосная, на пересечении Сласихинской она превращается в двухполосную дорогу, поэтому будет обустроена полноценная две трехполосные проезжие части, и в следующем году уже жители и гости нашего города воспользуются этой магистралью. Ну вот не единственный такой участок, где вопросы возникают, например, Ленточный Бор, отремонтировали этот мост, да, поворот с Кутузова, но и все равно все стекаются, как говорят, винное горлышко, да, вот там что-то планируется делать. Может быть, какое-то еще кольцо высказывать предположение автомобилисты помогло бы или нет? Есть ли какие-то способы решения пути? Вот по Ленточному Бору, на пересечении дальней Власихинской и шоссе Ленточного Бора, там есть осложненность в производстве вообще каких-то работ по реконструкции, связанная с тем, что располагается магистральная теплосеть. Поэтому есть определенные проблемы по ее выносу, да, необходимо учитывать, что отвод железной дороги составляет определенное количество метров. Но то кольцо, которое мы обустроили в рамках первого в нашем городе в отношении автомобильной дороги проекта государственного частного партнерства на Власихинской и Малахово, на самом деле, во-первых, снизило аварийность, потому что кольцевое пересечение достаточно значительно снижает аварийность и повысило пропускную способность. То есть у нас остался вот этот участок, сложный узел Власихинской Ленточный Бор, где мы сейчас стараемся с светофорным регулированием как-то улучшить эту ситуацию. Но что касается самого шоссе Ленточного Бора, сейчас ведется реконструкция путепровода в районе реки Барнаулки. И со следующего года приступят к реализации по уширению самой транспортной артерии, то есть доз Миногорского тракта в четыре полосы. То есть исходя из финансирования, в рамках нацпроекта поэтапно планируется реализация вот этих мероприятий. А лес там не сильно пострадает? Сейчас экологи слушают и говорят, а гава? Ну, шоссе Ленточный Бор позволяет уже сложившейся инфраструктуре, полоса отвода обойтись без сноса зеленых насаждений. А вот что касается дороги, которую давно обсуждают, это объезд такой глобальный совершенно проект. Есть ли уже какое-то понимание и когда это все начнется в Барнаулке? Проект региональный, достаточно, на самом деле, конечно, очень серьезный с точки зрения развития города. Это, ну, что могу сказать, он разработан, есть положительное заключение государственной экспертизы. И, естественно, сейчас решаются вопросы по источнику финансирования, потому как стоимость работ значительная, поэтому ни местный бюджет, ни региональные, естественно, такие суммы подтянуть в одиночку не сможет. Поэтому необходимо попадать в отдельные программы федерального уровня для того, чтобы была возможность их реализовать. Антон Андреевич, а почему вот в местах основных скоплений не строят наземные светофоры, наземные переходы? Почему у нас это невозможно? Это так дорого, понятно, что подземные какие-то сложно, да, с точки зрения коммуникации и всего остального. Почему не сделать переходы над дорогой, а не ставить светофоры? Тема достаточно интересная, на самом деле. Ну, у нас есть проект по обустройству как раз надземного пешеходного перехода в районе Европы, торгового центра Европы на Павловском тракте. Где не раз случались серьезные аварии, вы уносили жизни, даже детей. Да, но стоимость 30 миллионов реализации, не сказать, что это большая стоимость, либо малая, то есть исходя из оценки. В чем главный минус этих пешеходных переходов? В том, что людям, во-первых, неудобно ими пользоваться. Есть сложности по использованию маломобильных наших групп населения, родителей с колясками и так далее. На самом деле сейчас существует тенденция в мире, то есть в Европе, где прогрессивное достаточно отношение и к безопасности по уходу, наоборот, от подземных и надземных пешеходных переходов и обустройству именно светофорных регулированных пешеходных переходов. Потому что практика показывает, что человека достаточно трудно на этот пешеходный переход загнать. И наоборот, начинается перебегание через улицу, где это совершенно невозможно. То есть в черте города наземные пешеходные переходы, на мой взгляд, это не самое лучшее решение с точки зрения даже безопасности. Как раз те меры, которые принимались на данном перекрестке с улицы Георгиева, привели к тому, что место концентрации ДТП и тяжелые случаи с аварийностью на сегодняшний день там у нас не встречаются. Там обустроены камеры, фото-видео фиксации, нарушения правил дорожного движения, снижен скоростной режим. Поэтому на сегодняшний день здесь проблема у нас снята. У жителей создается у многих впечатление, что все ремонтные работы начинаются в один какой-то день и заканчиваются ровно так же. Потому что везде пробки, везде идет ремонт. Кстати, жалоб много к вам поступает по этому поводу от жителей, от автомобилистов? Ну, я бы сказал, мне кажется, все-таки население относится с пониманием. А почему вот так? Почему все в одно время? Или все же это впечатление такое? Работа ведется в любом случае в соответствии с нормами и регламентами в необходимые погодные условия. Соответственно, это весенний период позволяет зайти дорожникам. Есть пересечения, на самом деле, достаточно серьезные в этом году с ресурсоснабжающими нашими организациями. Потому что небывалый объем средств вкладывается и в инженерные сети. И здесь в рамках работы... Водоканалы, СГК сейчас ведут работу. Водоканалы, СГК, водопроводы и тепловое хозяйство. Это как раз те работы, которые сейчас необходимо делать. Именно сейчас мы можем в рамках подготовки к зимнему периоду, потому что зимой только, извините, аварийные работы выполняются. То есть у людей необходимо обеспечить теплоснабжением при понижении температур. Поэтому, конечно, их работы тоже существуют в летнее время. И, соответственно, дорожники работают в летнее время. То есть нет такого, что мы работаем, условно, с 8 до 8 вечера. На самом деле, конечно, работа ведется круглосуточно практически. А ночью работают? Вот люди спрашивают, почему не работают ночью? Работают где? Да, ночью работают. И как раз-таки у нас большинство жалоб возникает, когда в ночное время производится работа. Потому что есть нормальные понятия по отдыху, по режиму сна. И какие-то шумные работы производить достаточно аккуратно необходимо. Особенно касаемо городских условий, где у нас каждая улица, это практически расположены в жилой застройке. Мне вспоминается шутка одного пожилого человека, который говорил, на живую женщину не угодишь, так и здесь. Всем не угодишь. Кому-то не нравится днем, кому-то не нравится ночь. Поэтому работаем круглосуточно, да. Скажите, пожалуйста, когда все закончится, и какие проспекты, улицы вы будете задавать в ближайшее время? У нас на сегодняшний день стадия следующая. У нас, получается, 11 дорог мы закончили полностью. 9 готовятся сейчас к вводу в эксплуатацию. То есть там уже такие косметические моменты, так скажем, готовим к приемке. На 12 объектах работа еще ведется как бы полным ходом. И два объекта, вот эти капиталоемкие, это переходящие объекты. То есть мы их будем завершать в следующем году. Срок у нас на территории нашего региона, он обусловлен, опять-таки, климатическими условиями. До 1 октября все работы, связанные с асфальтобетонами, необходимо закончить. То есть все строительные работы. Далее уже работы идут по благоустройству. Как раз в осенний период это озеленение, посадка деревьев. То есть такие благоустроительные работы, которые как раз в этот период и выполняются. В октябре? Да. То есть, по большому счету, еще не все закончится, да? По дорожной части все закончится, поэтому движение будет восстановлено. И, ну, так скажем, заторенность снизится в разы. Нередко возникают вопросы к подрядчикам, к администрации, у жителей, про качество. Вопросы о том, как это выполнено, да? Почему какие-то дороги разваливаются, которые построили совсем недавно, в следующем году их уже приходится ремонтировать вновь. Кто следит за качеством? И учитываете ли вы здесь голос народа? Вот последние три года, да, работа выстроена именно с точки зрения контроля со стороны населения, общественности, очень серьезная. Ну, это вот не просто слова голословные на самом деле. Вообще, сама реализация проекта, она выстраивается на работе проектной группы. В проектную группу уже входят представители автоперевозчиков, общероссийский народный фронт, представители различных обществ. Сейчас, по-моему, только ленивые не ходят, не измеряют толщину асфальта, ширину. Я вам более скажу того, мы активно привлекаем через наш паблик Барнул-22, один из крупнейших пабликов по городу, жителей к приемке дорог. То есть для того, чтобы изъявили участие и приняли участие как раз-таки в живой приемке. Откликаются, на самом деле, по проспекту Ленина. Если возникают вопросы, вы учитываете как-то, работа над ошибками проводится? Нет, в первую очередь, если к нам поступает сигнал о том, что что-то выполняется некачественно, то, естественно, во-первых, специалистами оценивается, насколько это правомощный или неправомощный сигнал. И, естественно, реагируем. То есть у нас помимо того, что есть общественный контроль, контроль со стороны заказчика, есть специализированные организации, имеющие всю необходимую лабораторию, которая в рамках контракта осуществляет контроль. Но, скажем, подрядчикам не позавидуешь с этой точки зрения, потому что на территории города Барнула, по крайней мере, им где-то схалтурить не получится. Гарантия какая на дороге? Не менее пяти лет. Спасибо вам огромное за время, за беседу и за дело. Мы сегодня говорили с Антоном Шаламинцевым, председателем Барнаульского комитета по хозяйству, дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, говорили о том, когда мы с вами будем добираться домой без пробок по новым дорогам. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова